Чтобы решить больной вопрос, глава города вновь встретился с медиками. Беседа прошла накануне в стенах станции скорой медицинской помощи. Исполнены ли требования митингующих, разбирался не только Сергей Бердников, но и наша съемочная группа. Лицом к лицу месяц спустя глава города вновь встречается с медиками. Главная задача найти понимание между сторонами, а также узнать, выполнены ли требования, которые выдвинули сотрудники скорой. Они требовали 50% надбавку за ночные часы, что было удовлетворено с разрешения министра. И 100% доплаты за работу по одному в неполной бригаде. Все выполнено. В психиатрическую бригаду выделен новый автомобиль класса Б. Да, изменилось. У нас увеличили ночные выплаты с 20 до 50%. Но, к сожалению, в перерасчете на денежный эквивалент это составляет около 1700 рублей на ставку. Конечно, нас эта сумма не спасает. И коллектив просит вернуть обратно все 100% стажевых выплат. Около года назад в договоре произошли изменения. Выплаты за стаж сократили с 80 до 15% за ночные часы со 100 до 20%. По стране пошла волна возмущений. В надежде быть услышанными, медики устраивают пикеты. С плакатами на улицу вышли и магнитогорцы. Часть их требований выполнили. Но и такие условия некоторых работников скорой не устраивают. У нас требования тоже адекватные, они не чрезмерные. Что значит адекватные и какие? 100% ночные. Это не великие деньги. Это всего лишь 5000 с небольшим за ставку. Отклад повысили, а финансирование осталось прежним. Мы уже даже нашли выход из положения, что путем уменьшения по максимуму стимулирующих нам добавить или стажевые, или ночные, или то и то в каких-то процентах. Так и на этот вариант не идут. Вот в чем дело. Суммы начисляются в рамках закона. Это показала проверка, сообщил глава областная прокуратура, заключила нарушений нет. Более того, выяснилось, что заработная плата медиков даже увеличилась на 4%. Как мне доложили, проверили все, и Минздрав, и надзорные органы. Более того, прокуратура вмешалась, потребовала все документы по начислению. Эти 4% роста есть. А то, что изменили, как вы говорите, одну часть и уменьшили другую, но общая-то зарплата осталась прежней. Поэтому это сделано для того, еще раз подчеркиваю, чтобы вновь пришедший работник не был уж совсем унижен в оплате. Да, наверное, мало. Но я хочу сказать своему сожалению, я считаю, что мало не только у нас. Встреча длилась больше часа. Медики задавали главе вопросы, поступали и предложения. Некоторые вопросы глава пообещал решить в частном порядке. Также городоначальник готов провести очередную встречу, если в ней будет необходимость.